Также я хочу, чтобы мы немножко говорили с вами о манере разговора с женщин. Я лично думаю, что у женщины в основном, знаете, такой мягкий голос, женщины красивые, мягкие кожи, и у женщины еще есть материнский институт, такой голос, чтобы успокаивать детей, успокаивать людей. И мне лично кажется, что когда женщина разговаривает грубо, что она немножко как будто выходит из женского мира. Мне кажется, что она выходит из первоначального предназначения Бога для нее, потому что ее голос — это для учения, это для утещения, это для покойства, да, дать успокоение. Что вы видите вокруг нас? Много ли женщин это понимают по назначению их голоса? И какое наставление у вас есть в этом направлении? Да, я думаю, что такая проблема существует среди женщин. Я думаю, что это опять же, Бог же создал женщину вот такой, как именно вы описали, а если она уже мягкая, нежная, спокойная. Спокойная, чтобы ее голос, голос одно, чтобы исцелило, да, чтобы исцеление пришло через голос ее. Да, и я думаю, что, скорее всего, когда женщина, она ведет себя грубо, разговаривает грубо, позволяет себе какие-то нехорошие слова и так далее, агрессивные, я думаю, что, скорее всего, это от низкой самооценки, чтобы показать свою силу, якобы силу, якобы какое-то влияние. Потому что слово можно сказать и мягко, но оно тебя коснется, оно будет иметь вес. Но если женщина, она агрессивная, она идет против своей природы, даже если ее обидели. То есть женщина столько должна быть высокого уровня внутри, она должна быть королевой и понимать это, но не пользоваться, а манипулировать. Я думаю, что это, скорее всего, комплексы. И внутреннее состояние тоже. Да, и внутреннее состояние. Поэтому тут нужно, опять же, очень глубокую работу проводить с сознанием женщины. И понять свое предназначение, да? Да, чтобы донести вот ее природу, ее сущность, какой она должна быть, почему ей не нужно такой быть. Конечно, среда, она тоже влияет, вот где выросла эта женщина. Может, ее там грубо, какие-то насилия было или что-то в семье. Конечно, отпечаток свой оставляет. И тут глубокая реабилитация вдвойне нужна. Я думаю, что у нас очень много таких женщин, которые нуждаются в такой реабилитации, перереформации. Да, да, да. Хорошо, у меня последний вопрос к вам. Если бы вы стояли перед Богом, и Бог задал вам такой вопрос, спроси, что тебе надо, чтобы вы спросите у Бога. То есть у вас есть шанс, вы стоите перед Богом, и он говорит, что тебе надо для осуществления предназначения. Проси у меня что угодно, я тебе отдам, чтобы вы просили у Бога. Я единственное, что хочу, это просто исполнить свое предназначение, его волю, чтобы просто его воля, она существует в моей жизни. И чтобы дал мне эти инструменты, у меня нет какого-то такого желания. Просто хочу исполнить свою Божью волю, чтобы уйти, как говорится, пустой, и чтобы не напрасно прожить эту жизнь. Это единственное мое желание. Как это будет, я не знаю. Сколько людей я должна привезти в Царство Божье, чтобы Бог по максимуму меня просто использовал и употреблял. И чтобы его воля, благая, угодная совершенно, просто осуществлять в моей жизни. Но не то, что я хочу для себя, а угодить Богу. Поэтому вы попросили у него, просто помоги мне угодить тебе, помоги мне осуществлять твой план на мою жизнь. Хорошо, на последний, обращайтесь к женщинам, вот последнее слово, что вы хотите сказать женщинам? Дорогие женщины, вы созданы быть прекрасными. Каждая из вас, она особенная, она возлюбленная Богом. Не теряйте свою индивидуальность, свою особенность. Ведь такой, как вы, больше не существует. Вы каждая непохожая друг на друга. Полюбите себя, принимите себя такой, какая вы есть. Вы очень дороги и ценны в глазах Бога. Просто поразмышляйте над этим. Я вас благословляю. Я желаю вам всего хорошего, чтобы вы расцветали, чтобы вы в полноте осуществляли свою миссию в семье, на работе, в служении. Чем бы вы ни занимались, двигайтесь вперёд, осуществляйте свои мечты, цели, планы. И помните одно, что вы рождены для большой цели. И вы рождены не просто так на этой земле. Спасибо вам, Оксана. Это такие ценные слова. И я уверена, что любая женщина, которая будет это слышать, она воспрямит духом, и она поймёт, что она женщина высокого предназначения, что высота зовёт её, и она запомнит вас надолго. Спасибо, что вы нашли время. Спасибо, что вы столько поделились с нами. Спасибо вам, Оксана. Спасибо вам большое. С Богом. С Богом.